Дорогие друзья, рада приветствовать вас в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня у нас желанный гость Валерий Николаевич Кузнецов, историк и поэт, член Союза писателей России и доктор исторических наук, преподаватель Ульяновского государственного университета. Мы представляем Валерия Кузнецова как поэта. Он автор книги «Лира Орфея». Послушайте его стихи. Здравствуйте, дорогие друзья. Зовут меня Кузнецов Валерий Николаевич. Кратко о себе. Родился я в 1965 году в рабочем поселке Вишкайма. Закончил Ульяновскую школу, потом педагогический институт, историко-филологический факультет отделения истории. В промежутках между вторым и третьим курсом прослужил в армии два года. И после окончания института работал в основном по преподавательской стезе. Доктор исторических наук и кандидатская, и докторская диссертации посвящены политическим партиям в начале XX века. Написано четыре книги на эту тему, изданные небольшим тиражом, но в принципе все равно книги есть. И пусть мало, но я так полагаю, все равно их кто-то прочитал. Сейчас, на данный момент, преподаю в Ульяновском государственном университете. Если говорить о своем поэтическом творчестве, то стихи пишут давно, довольно давно. Печатался в ульяновской периодике, в газетах, когда газеты печатали стихи, затем в ульяновских журналах. В 2015 году у меня вышла книга, вот она, «Лера Орфея». Книга небольшая, но я думаю, что здесь собраны все основные сюжеты моих стихов, моей поэзии. Основные раскрытия этих сюжетов. То есть, в принципе, она дает довольно полное представление о том, что я пишу и как я пишу. Ну и я являюсь членом Союза писателей о России. Ну и еще один момент, прежде чем читать стихи. Я хочу сказать, что поэзия – дело очень сложное. Что я вот пытался понять, вот как говорят слова имя Ахматова, из чего она вырастает, эта поэзия. Как вот из материальной жизни, вот из конкретной жизни, скажем, Блока, Пушкина, Есенина вырастали их стихи, я так и не мог понять. И мне кажется, это действительно не человек пишет стихи, а стихи приходят к человеку, и фактически уже он под их руководством что-то делает. Потому что писать просто, потому что вот надо написать, хочу написать, конечно, можно, но это будет все совсем не то. Это будет поделка, такая дешевая достаточно поделка. Поэтому, когда к тебе приходит некая сила, то тогда ты пишешь. Не приходит, тогда ты не пишешь. И вот если взять меня, то вот те, кто читал мои стихи, они тоже обратили внимание на то, что они достаточно однотонные стихи. Вот если я обычный человек, в меру веселый, в меру грустный, то стихи, они такое ощущение, как будто вот Сатурн, тяжелая свинцовая планета, она вот диктует, что и как нужно писать. И вот я это понимаю, но исправить особенно я не могу. Сюжеты этого, пишу о природе, естественно, потому что мы живем в среде определенной окружающей среды. Пишу о себе, ну тоже без этого как, иначе. Ну и будучи историком, конечно же, Россия, наша страна. Вот как она, куда она идет, зачем она туда идет и хорошо ли это. Вот это, наверное, основные сюжеты. Ну и плюс ко всему, из поездок за границу тоже, конечно же, я возвращаюсь со стихами, но это уже как бы такой отдельный пласт. И сейчас я вот из своей книги Лера Орфея прочитаю стихи, буду читать стихи. Стихотворение без названия. Налево сердце, направо тоска, а посреди забыта страна, где ни зернышко, ни колоска и ни следа копыта. Налево пойдешь, так сразу умрешь, направо умрешь постепенно, и жизнь тебе, хоть ты еще и живешь, найдет без проблемы замену. Иди посредине, ну что ж, ты готов туда, где расходятся ребра, где больше не надо ни песен, ни слов, ни сказки старинной и доброй. Там будет иначе, там ветер из всех твоих непрекаянных вздохов, там будет гореть над тобой твой смех, там будет действительно плохо. Так же без названия. Так же без названия. И утку-то собьет, и настигнет зайца в чистом поле, и яйцо падет, как сгнивший плод, и восстанут мертвые в живые, и свершится. Только что теперь? Скачут волки, злые, ездовые, крепкие врата не сбить с петель. Что скажу вам, братцы мои, други, стал я нем и жалок, точно раб. Видно, не дается слово в руки тем, кто духом сдал, душой ослаб. Да для чего еще мне жить на свете? Мне б не слышать дикий волчий вой. Кто не воет, те уж на примете. И за все ответить им с лихвой. Как скопище крыс безобразных, упитанных, наглых, вокруг машин мельтешения разных рождает порой испуг. А ну как накинуться с ворой? Им жалость неведома, им смешны о добре разговоры, бездушным, могучим, стальным. Вот стая помчалась куда-то, за новым, за жирным куском. И крысы спешат воровато подрезать, втереться бочком. Им бойся попасться навстречу, кто будет из них тормозить. Я им, пешеход, не перечу, ведь путь мой непрочен, как нить. И город, увы, наш, не гамель, и зря крысолова нам ждать. Но вот и живут они с нами, жирея опять и опять. И стал человек уже редок, а больше все крыс да ворон, Самих их, растущих их деток, что мчатся уже на обгон. В плену земного притяжения, как узник лагерной бреду, Не зная, что за преступление, совершил себе я на беду. Гляжу на облака и тучи, и так отчаяние берет, Что непонятной болью жгучей меня окатывает в лед. Зачем, зачем мне это тело? Я мог летать бы между звезд, а не идти осиротелой, Тропой широкой на погост. Неразрешимая загадка и неразгаданный секрет, Но все сильнее чья-то хватка, и выхода как будто нет. Следующее стихотворение, оно короткое, оно как раз показывает некое противоречие, что поэт хочет что-то сказать, Но понятно ли то, что заложено в этом стихотворении? Я думаю, что не всегда. И поэтому автор смотрит на стихи своими глазами, А читатель своими глазами, И порой совпадением не происходит. Почему? Потому что они видят разное. Автор видит одно, то, что он вкладывал, А читатель видит то, что лежит, в общем-то, на поверхности. И вот как раз небольшое стихотворение, как пример. Вот о чем оно. Так Дарий сказал, Так на крыльях орла летело светило над миром, Так твердь под ногами была тяжела, Так нечисть сидела по дырам, Так первая капала алая кровь, Так все начиналось впервые, Из полного текста, а не с азов. Так были живыми живые. Вот поэтому тут по-разному можно трактовать О том, оно, об этом, это стихотворение, Но, тем не менее, о чем-то. А вот это следующее стихотворение, оно понятное. Оно всем понятно, тут и я, и читатель, мы заодно. Каждый, потому что об этом задумывался, И, наверное, каждый своими словами все это высказывал. Вот оно, вот оно, мое тело, в ком живет, Ведь живет же что-то, разум, дух. И мое ли дело, и моя ли это забота Осуждать его, приговоры выносить, Обрекать на беды, словно суд неправедный, Скорый, что о милости и не ведал, Безглагольно и безответно, Все выдерживало и сносило. Жизнь прошлась по нему заметно, А ведь надо ж, находит силы, Чтоб меня довести до места, Чтоб меня сохранить до срока. И совсем-то ему неизвестно, Что одно оно и одиноко, Что оно не увидит рая, Что в земле оно будет зарыто, Что расстанусь я с ним, умирая, Что исчезнет оно забыто, Но с какой-то верою в чудо. Но с надеждою детскую все же Оно шепчет, нет, жить я буду, И оно мне с годами дороже. То ли автор, а то ли персонаж, Ну а может и то, и другое. Ну а все-таки, чьей рукой Нарисован был этот пейзаж? И одни говорят «благодать», А другие вздыхают «гиенна». И одно только здесь несомненно, Что нельзя ничего здесь понять. И мы ждем, что хотя бы финал Разъяснит нам все нити сюжета. Расплатился бы жизнью за это. Расплачусь. Только срок не настал. Декабрьское стихотворение. Ну вот как раз сейчас начало декабря, Погода меняется. Как всегда в декабре поземка По просторам полей мила, То гудя, то свистя негромко, Холодна, безнадежна, зла, Только остовы чертополоха Возвышались порой тут и там, И ни жизни уже, и ни вздоха По застывшим тяжелым снегам. И насколько хватало взгляда, Я один был сейчас живой, Средь того, что цвело когда-то, Шелестело травой и листвой, И я шел, как орфей, по Аиду, Через силу ступая в снегу, Зная то, что отсюда я выйду, Но других вот спасти не смогу. И за далью какой-то дальней Так и будет зима, снега, Будет ветер все петь печально, Заметать все следы пурга, И с землей сроднясь с корнями, Я услышу вверху шаги, И взмолюсь ты, который над нами Снова жизнью нам стать помоги. Что за мысли приходят в молчание, Ни резона, ни логики нет, Все иду, тяжелеет дыхание, И все глубже продавленный след. Сейчас три стихотворения Под общим названием «Россия». Говорят, в ней загадка таится, Видно, глуп я, не вижу ее, Или может она мастерица Укрывать так обличье свое? В чем загадка? В том мартовском снеге, Что уже и не нужен, Или в том, что лишь в мае Проснутся побеги Изумрудным и клейким листом? Что пространства легли так просторно, Нам судьбою беспечно даны, Что за землю цеплялись упорно, Словно корни земли той сыны. Говорят про хазар, печенегов, Третий Рим поминают порой, Что ж петух снова про кукареков Не поздравит нас с новой зарей. В том разгадка, что буйные рьяна Разрослись в паруси сорняки, Что поутру встают из тумана Очертания знакомой реки, Что все что-то не так, как бы надо, Что как будто бы сбились с пути, Что и кара она, и награда, Что другой уже и не найти. Второе стихотворение, здесь есть эпиграф из Мандельштама. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. Она сама, огромный материк, Среди вечных льдов, Недвижимо лежащий. И вот он, Март, Но тот же снег хрустящий, И тот же ветер, Необуздан, дик. И так всегда. Вся разница лишь в том, Побольше или поменьше будет стужа. Вот оттепель. Снег делается лужей, Под солнечным колдующим лучом. Пришла весна. Но вскоре вновь, Марус, И на душе лишь разочарование. Опять нас кто-то отдал на заклание, И все вокруг опять пошло в разнос. А может, сдвинуть хоть чуть-чуть к теплу, Дать людям здесь, живущим, обогреться? Любовью к людям в ваше белое сердце, Тех, кто не верил холоду и злу, Их задавила глыба изо льда, Им ветер ледяной провыл проклятие. А вы куда смотрели, Сестры, братья? Или сердца застыли навсегда? От ветра слезы на глазах, И все ж они видны, Опричники и дыба. Народ тирану говорит спасибо, И погибает скопом не за грош. А как силен тот мартовский мороз? Погоны, псы, дубинки, автоматы. Я слушаю. Но как же быть на бату, Коль всею медью колокол промерз? Здесь вдоль Волги равнины, Равнины по обоим ее берегам, А на них напевает кручина Свою горькую песенку нам. Эту песню да век бы не слушать, И не видеть бы этот простор. Вот и ноет, и тянет мне душу, И никак не пройдет до сих пор, Что налево идти, что направо. Далека ты, Аллатри, гора. Как же быть, коли жизнь не забава, Коли правду узнать мне пора, И все мыкаю я чье-то горе, А размыкать его не могу. Говорят, вольно жить на просторе, Вольно петь на широком лугу, Выйти к морю бы мне океану, Кликнуть кличи, закинуть бы сеть. Жизнь летит, как звезда безымянна, И за нею никак не успеть. Следующее стихотворение «Пенсионер». Небольшая зарисовка из нашего времени. Глядит пенсионер печально на деньги, Что в его руках. Он не был никакой начальник, И не ходил он в богачах, А работал он, как было нужно, Ему, семье, его стране. Он не был хилым и тщедушным, Он был с другими наравне, Откуда ж эта вся потрава, И кто все это разберет? Он был хозяином державы, А оказался нищеброд. Он ничего не понимает, Голосовал всегда за власть. За что ж ему сейчас такая, Неотвратимая напасть? Он верил всем словам с экрана, Так почему же на него Глядит, как будто на барана, Юнец из вольва своего? Здесь слишком большие просторы, Где только ветра и века, Снега, что растает нескоро, И даже не тают пока, И верить, как будто напрасно, Что что-то изменится там, Где ветер суровый, властно, Кричит о погибели нам, Здесь, как при царе Иоанне, До правды далеко идти, Здесь ветер еще окаянней, Все снегом заносят пути, И только в ладонях замерзших Хранится, быть может, душа, И нет ничего уже горше, Чем так умирать, не спеша. Круг Круг замыкается, Немного и к той же точке он придет, А говорят, длина дорога, Днеет совсем наоборот, Во мне все больше вновь ребенка, И тем сильнее ряб морщин, Тем дольше, а дальше отхожу сторонкой, Я от сообщества мужчин, Мне хочется прижаться к маме, Быть глупым, ничего не знать, Так почему ж я все упрямее Круг замыкаю, и тот опять, Мне дальше путь неинтересен, И хоть я пешеход простой, Но мне до мелочи известен Отрезок перед точкой той, Беспомощный с каждым годом, Как новорожденный, Но он с любым грядущим поворотом Еще становится силен, И то, что у младенцев мило, Простительно, в конце пути, И неприятно, и уныло, И мимо хочется пройти. Ах, кто б меня смешно утешил, От страхов бы освободил, Каким же я, ведомый лешим, По кругу топаю без сил. Когда закончатся все сказки, Падет Иерусалим, Тогда сгорят на фресках краски, Все сгложит вязкий дым, Тогда и рыцарь, Как причудо, Ненужным сразу став, Покинет нас, Навеку идет отсюда, И будет прав. А я останусь, Мне лишь здесь и место, Вот дом мой и порог, Я сказок-чтец, Уж мне ли неизвестно, Каков итог, Считать по пальцам, И ходить по звездам, И верить в снам, Рождаться, чтобы жить, Как это просто! Что ж все так сложно нам? Небольшое стихотворение, Но тем не менее у него Иси Пигров, Лермонтов, По небу полуночи Ангел улетел. Эту песню я слышал когда-то, Нет, Ни ангел напел мне ее, Не уходит ничто без возврата, Что прошло через сердце мое, И горит, Все горит, Не сгорая, Эта боль, Что добра и светла, Может, Будет попытка вторая, Или вторая как раз и была. За Вифлеемскую звездою Все обернулось пустотой, Не тем, К чему вела звезда. Вся мировая пустота, Что вне вселенной, Там, За краем, Свою выжидала молчий час, Наполнила до края нас, А мы об этом и не знаем. Нам кажется, Так быть должно, Что невозможно по-другому, Что сквозь пургу Пришли мы к дому, Где будет счастье нам дано. Слепой не видит красок дня, Но знает очертания ночи, Среди слепых таких же прочих, Что еще может ждать меня, Чтоб выжечь эту пустоту За Вифлеемскую звездою, Когда-то шли упрямо трое, С надеждой, Глядя в высоту, И мнилась, Кончена глава, Написанная свежей кровью, Что миру новые слова Нашепчет Бог у изголовья, Что мир не может опустеть, А вот он пуст, Как до творения, Он полон ноги, Без сомнения, К примеру, страх, К примеру, смерть, Здесь в рог трубит, Перуя злоба, Но вечно пуст мир, Без добра. Взгляни, звезда сияет, Чтобы нам снова В путь сказать, Пора. Посох Костяной Во славу крещенских морозов, Безжалостных, Злых, Костяных, Здесь создана грозная проза И много творений иных, Он весь изо льда и железа, Тот свиток, Где главный герой Идет с ненасытностью креза, По страшной стране снеговой, Не зря же написано оды, И живность смыкает глаза, Нет больше любви и свободы, Есть смерть и прощание слеза, Жестокие слязгам страницы, Как видно, нельзя не прочесть, И падают мертвые птицы, Воздав ему страшную честь. Скотомогильник Не жертвоприношение здесь было, Огромно поле, Словно бы страна, Кто здесь живой? Кругом одна могила, Глубоким снегом вся занесена, Что значит жизнь, Коль обречен на гибель, Если тебя на гибель обрекли, И кто есть ты? Всего лишь чья-то прибыль, Шуршащая, как будто змей рубли, Мычать в тоске или реветь от боли, Мотать в недоумение головой, А кончится вот так большое поле, Что знать не знал, пока ты был живой. Враги, быть может, здесь справляет шабаш, Да нет, свои, но твой ли это дом? За равнодушие злоба вышло замуж, Сейчас гулянка, а убой потом, Здесь ни расти, ни клеверу, ни злаку, Березки не поднимутся легко, Лишь лес костей, подобно буераку, Мерещится, как призрак далеко. Древнерусское зодчество, Имя мое и отчество, Статья моя и лицо, Годы прошли и пожарища, Торжища были и кладбища, Сыном я стал и отцом, Вот они, маковки, луковки, Церковно-славянские булковки, Медный торжественный гуд, И убивали, а выжил ведь морщины, Вот лучшая исповедь, Божий и праведный суд, Все почернеет от времени, Не будет ни стрелы, ни стремени, А все ж через тысячи лет Поднимется китиш таинственный, Неоскверненный, единственный, И вновь я увижу рассвет. Какой снег белый, Где не ходят люди, Какой свет белый, Где совсем их нет, Тропа вот эта серая, Как будни, Дорога эта вязкая, Как бред, И я иду по ним, И шаг за шагом Сам пачкаюсь Все больше по пути, Но как бы это ни было мне благом, Стыжусь по снегу белому идти, Я лучше на него взгляну сторонкой, И чудному сверканью подивясь, И чистоте, Что словно смех ребенка, По грязи дальше Понесу я грязь. И последнее стихотворение, Этим стихотворением Завершается книга, Называется «Облака за полчаса до грозы». О, как красиво облака, Рука Творца пока легка, Пока не грозовые тучи, Издалека, издалека, Словно застывшие века, Иль словно, как века летучи, А дальше небо уж синьо, Гляди, и вспыхнет все огнем, Нечеловечьим, неминучим, Но только что сейчас о нем, Не облака ли мы воспоем, И петь других потом научим, И так начнем. У облаков, словно для слов И снов покров, Неосязаемая тайна, Ты слышишь звон колоколов, Ты видишь мирный шаг веков, Ты скажешь, это все случайно. Ну вот это те стихи, которые я, именно я хотел бы прочитать. Возможно, если кто-то открывал мою книгу, или имеет представление о моих стихах, Хотели бы услышать что-то другое, Но это вот как раз То самое противоречие, О котором я говорил. Спасибо за внимание. До свидания. Мы благодарим Валерия Кузнецова Такая надежда звучит в душе и стихах Валерия Кузнецова. И еще строчка Меня прочной ниткой прошей моя кружевница. И действительно, есть ощущение, Что душа прошита прочной ниткой, Что есть духовная опора у этого поэта. И таинственный песенный дар Дан Валерию Кузнецову. И ощущение причастности ко всему, Что происходит на родине, В России. Это душа историка и поэта. Дорогие друзья, Благодарим вас за внимание. И до новых встреч В литературной гостиной Журнала Симбирск. Журнала Симбирск.